Привет друзья! И вновь с вами как обычно Дог Браун и сегодня мы продолжаем обновлять гайды по разным классам в Терри Онлайн. На очереди у нас Инженер, именно его мы сегодня разберем и я расскажу вам о том, как играть этим классом, какую тактику использовать, какие статы ролить в шмот и какие невиоты и зерки вставлять в снаряжение, а также как составить глиф билд и какие ротации умений использовать. Но для начала сразу скажу, данный гайд рассчитан на новичков для того, чтобы помочь им освоиться в игре, ну а на капе получить персонажа, который сможет быть полезным в данжах и даже неплохо ощущать себя в пвп. Так что если вы решили впервые взяться за данный класс, то я уверен данный гайд это то, что вам нужно, так что смотрите внимательно и запоминайте. Итак, давайте начинать. Пойдем по порядку и хочется сначала поговорить о роли Инженера. В принципе данный класс, по моему скромному мнению, пожалуй один из самых легких классов в Терри, так что у вас не должно возникнуть проблем в его освоении. На данный момент Инженер достаточно универсальный класс, и несмотря на то, что его нерфили, он все равно хорош в пве, ну а вот в пвп будет немного сложнее. Однако при некоторой сноровке и правильной ротации вы быстро наловчитесь и сможете выносить даже в пвп. Сам по себе Инженер это ДД дальник в тяжелой броне с возможностью самохила. Да-да, робот Инженера может его захиливать. Касательно тактики игры учтите вот что. Как и любой ДД, Инженер должен стоять позади противника и наносить урон в спину. Это даст возможность вливать максимальный урон. А вот в пвп тактика несколько другая. Вам стоит ловить противника в своем единственном станом и выдавать потом весь прокаст. При правильно выбранных статах и глифбилде противник в виде мага, места или лучника не переживет его. Ну а теперь, пожалуй, пришло время обсудить, что за статы вам нужно ставить в свой шмот и бижутерию, конечно же. В доспехе ставим все на снижение урона, увеличиваем себе хп, а самый первый стат ставим на увеличение урона с умения разрывной снаряд. В перчатках выбираем силу с критом и увеличиваем скорость атаки, а в ботинках увеличиваем скорость передвижения, выносливость и снижение длительности эффектов замедления. А вот в пушку ставим все на повышение урона и ускоряем время отката умений. Что касается бижутерии, то берем оба кольца на силу и ожерелье на силу, серьги выбираем на крит. В кольцах ожерелье берем статы на силу, а вот в серьгах берем все статы на увеличение хп. В поясе и брошке ставим силу, а в венец выбираем крит. Вот, собственно, и все, что касается того, какие статы выбирать себе в шмотках. Собственно, все, что касается статов, мы рассматривали на примере сета хранителя, который каждый игрок получает по достижению 65 уровня. Далее нас интересуют камни, которые мы будем вставлять в доспех и оружие. И на этом этапе я предложу вам два варианта. Один для ПВЕ, второй для ПВП. Итак, для ПВЕ ставим в пушку невиот прорезания, средоточия, злости, а четвертый на ваш выбор. Либо невиот ярости судьи, либо невиот дикости. А вот в доспех накидываем 4 невиота несгибаемости. Ну а если вы не совсем уверены в своих силах, то можете поставить невиот неустанности и невиот решительности. Далее разберем ПВП вариант. Итак, ставим в пушку невиоты скорости, кровожадности и ярости. А в доспех невиоты пыток, неустанности и решительности. А вот в бижутерию ставим вирски 50 на 50. То есть два вирска остроты и два вирска силы. Причем вирски это и для ПВЕ варианта, и для ПВП варианта. Одинаково. Ну вот, собственно по камням все и такая раскладка камней поможет вам нормально ощущать себя и в ПВП и в ПВЕ. Ну а теперь мы подошли к глифбилду. И тут все конечно вновь таки очень индивидуально и зависит от того, как вы играете и какие ротации используете. Однако сейчас на своем экране вы наблюдаете самый ходовой и лояльный глифбилд, подходящий для всевозможных ситуаций. Так что как минимум для хорошего знакомства с классом инженера и комфортной игры вам уж точно его хватит. Ну а дальше вы сможете подкорректировать его под свои потребности и манеру игры. Ну и последнее о чем мы с вами поговорим это скиллы и ротация. Собственно для начала хочу обратить ваше внимание на несколько умений. Во-первых это бомбардировка и месть Балдера. Это два пожалуй мощнейших умения, которые наносят огромные уроны и расходуют всю вашу полоску очков воли. Используйте эти умения с умом, они отлично могут помочь как в бою с одной целью, так и сразу с группой противников. Ну и запомните еще парочку особенностей. Умение перезарядка с 50% вероятностью может откатить умение залп картельщик и разрывной снаряд. А вот ваш скилл перезарядка с перекатом всегда сбрасывает откат умения залп картельщик. Ну и последнее на что я обращу ваше внимание это ваш робот. Но запомните он всегда должен быть призван и воевать с вами. Учтите что именно он выполняет роль вашего персонального хила и еще может также наносить урон противникам. Ну а теперь пришло время ротации умений. Дело в том что инженер не является сверх сложным классом поэтому и ротация у него не особо сложная. Более того в пвп и в пве ротация в принципе одна и та же так что корректируйте ее по ходу. На данный момент вы видите начало ротации которая нацелена на то чтобы застанить противника и выдать в него все что можно. Однако по ситуации можно дополнить ее залпом картельщик, местью балдера и так далее. Так что смотрите по ситуации. На этом у меня все. Я рассказал вам пожалуй все что может помочь в освоении данного класса и комфортно ощущать себя на капе и фармить необходимые ресурсы для морфоснаряжения. Так что запомните хорошенько все что вы узнали, поставьте лайк этому видео, ну и чтобы не потерять его добавьте в социальных сетях себе на страничку. Удачи вам всем и приятной игры. Не забудьте подписаться кстати говоря. Пока пока и удачи.